Олимпийский огонь подбирается к Иванову. Стафета в областном центре намечена на четверг, в Плёсе – на пятницу. В 16.50 символ Олимпиады встретят у кольца автовокзала. И затем три часа непрерывного движения по городу. Последний факелоносец прибежит на площадь Пушкина в 19.50. Для зрителей-организатора предусмотрели развлекательные мероприятия. Тетрализованную поддержку участникам эстафеты Олимпийского огня подготовили курсанта Ивановского института противопожарной службы. Она пройдет под лозунгом «Пожарный приветствует Олимпийский огонь». Наверное, это единственный раз, когда люди, еще и в призвании бороться с огнем, всячески будут приветствовать его прохождение по территории региона. По Иванову у кольца пробегут 16 километров. У каждого из 80 участников свой отрезок пути. Олимпийский огонь понесут известные спортсмены, ветераны спорта, студенты, преподаватели, военные, врачи. С каждым днем, с каждым часом как-то повышается волнение. Я участница двух Олимпиад, но сейчас волнений больше. Я, скажем, очень горд за то, что представляется такая честь нести факел как от лица всех паралимпийцев, именно паралимпийцев, потому что для них это событие тоже очень-очень важно, для ивановских паралимпийцев особенно, то есть паралимпийцы Ивановского, Ивановские, вернее, очень сейчас себя проявляют, поднимаются, поднимаются, развиваются, и хотелось бы, чтобы их это событие еще больше вдохновляло. Автовладельцев просят самостоятельно знакомиться с маршрутом эстафеты. Возможно, в угоду историческому моменту придется немного опоздать с работы домой. Транспортные магистрали будут перекрываться поэтапно соответствующими правоохранительными службами и службами безопасности дорожного движения. Примерный график мы все доведем, но максимальное перекрытие каждого этапа будет соответствовать примерно 20 минут. Утром в пятницу огонь будут встречать жители Плеса. Туда символ Олимпиады доберется на автомобиле. А вот уже после Плеса свои факелы понесут наши соседи-костромичи.